У нас в гостях Мстислав Воскресенский, спикер нашей выставки ProdExpo. Мстислав, скажите, пожалуйста, что завтра за мероприятие планируется и почему оно настолько актуально? Спасибо большое за вопрос. Завтра целый день будет посвящен в рамках ProdExpo. Империя форум посвящается целый день E-Grossery и FoodTech. Это продукты питания, продажа продуктов питания онлайн. Соберутся представители розничных сетей, скажем, Азбука Вкуса, Перекресток и другие розничные сети, которые занимаются сейчас продажей продуктов питания и этот рынок очень активно растет. Соберутся аналитики, в частности InfoLine и соберутся представители FoodTech, так называемого. Это доставка продуктов питания именно готовой еды на дом. То есть розничные сети будут уже готовить еду или я неправильно понял? Да, розничные сети, у них есть часть готовая еда, их продукция, это салаты, это различные блюда. И получается, что две миссии, так называемых миссий, как мы их называем, это закупка продуктов впрок и это экспресс-заказ, который сейчас занимается Яндекс.Еда и Delivery Club. Они начали конкурировать с прошлого года. И рынок очень сильно растет. И мы с вами увидим в ближайшие 2-3 года, во-первых, как он вырастет очень сильно. И во-вторых, кто все-таки победит на этом рынке? Традиционные розничные сети, скажем, такие как Ашан, например, или Акей. Или, скажем, победитель будет Яндекс.Еда или Delivery Club. Или, может быть, победителем будет вообще неожиданный игрок, как Сбермаркет или Айгудс. Это агрегаторы. То есть темные лошадки тоже могут вклиниться в это соревнование. Мстислав, скажите, пожалуйста, вот меня, как обычного обывателя, интересует такой вопрос. Когда уровень онлайн-продаж обгонит интерактивные продажи, так скажем, когда вы ножками приходите в сам магазин? Знаете, это уже сейчас произошло в мире. И это произошло уже в Москве и в Санкт-Петербурге. Я могу сказать, темпы роста уже давно обогнали оффлайновые. Где-то порядка пять лет назад уже темпы роста превышали онлайн-продаж, чем превышали оффлайн-продаж. Но вот по нашим оценкам, например, сегодня в Москве онлайн продается уже 10% всей продукции, всех товаров категории FMCG. А по оценкам и инфолайн, ну и, в общем-то, они совпадают с нашими тоже оценками. К 2022 году 20-25% продуктов питания москвичи будут прообретать онлайн. Сейчас 10, напомню. Скоро мы все будем с вами лежать на кровати и заказывать со своего мобильного приложения, телефона, просто еду себе на дом или готовые блюда. Дай бог будет так. Мистислав, спасибо вам огромное. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok